Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Санитарные нормы никто не отменял. Махачкалинский рынок номер два и местность вокруг него будут приведены в порядок. Все для безопасности. На троллейбусном кольце установили новую разметку. Какие функции она выполняет, смотрите в выпуске. Уникальные книги и фото из личной коллекции. В Махачкаре прошла книжно-иллюстрированная выставка, посвященная 225-летию Пушкина. Теплые объятия с чемпионом. Ислам Махачев вернулся в Дагестан после успешной защиты титула. Махачкалинский рынок номер два и местность вокруг него будут приведены в порядок. Об этом стало известно по итогам обхода торговых площадок и территорий, прилегающих к ним. Мэр города Юсуп Умавов рекомендовал дирекции коммерческого предприятия проводить здесь каждый понедельник уборку и дезинфекцию. Такая мера продлится в течение всех летних месяцев, потому что и продавцы, и покупатели должны находиться в условиях, соответствующих санитарным нормам. Отдельное внимание чиновники уделили незаконным парковкам на Белинского и состоянию улицы Батырая, в связи с чем руководство столицы дало ряд поручений. Задачи были поставлены по ограничению трафика въезда на улицу Белинского ввиду хаотичной остановки автомобильного транспорта. Было сделано предложение привезти данную улицу, пешеходоориентированную улицу, для того, чтобы ограничить трафик въезда автомобиля. Проработаем вопрос по въезду в определенное время суток, для того, чтобы не мешать пешеходному трафику. Что касается единого стиля улицы Батырая, будет проработан единый дизайн-код данной улицы, и в нормативное состояние будут приведены все объекты торговли. Для контроля движения на троллейбусном кольце появилась новая ромбовидная разметка. Нанесена она на пересечении улиц Магомед Тагирова, Гаджиева и проспектов Имама Шамиля и Акушинского. По словам специалистов Центра организации дорожного движения, такая инициатива была необходима для разгрузки перекрестка. Все горожане, я думаю, прекрасно знают, что за участок троллейбусное кольцо и какой транспортный поток ежедневно оттуда проходит. И очень часто там возникают затуры по причине того, что люди, не соблюдая правила дорожного движения, может где-то по незнанию, может где-то умышленно выезжают на сам перекресток, тем самым создавая препятствия для поперечного движения транспорта. И в общем, это как эффект домино, возникает пробка сразу по четырем направлениям. Данная разметка предназначена для того, чтобы водители визуально определяли границы зоны, в пределах которой нельзя останавливаться. Это позволит безопасно передвигаться на перекрестке. Нарушителей будет фиксировать камера видеонаблюдения и, соответственно, штрафовать. Отметим, что это не первый случай использования так называемой вафельницы для разгрузки центральных улиц, где наблюдается интенсивный поток. В прошлом году мы ее нанесли на пересечении проспекта Расула Гамзатова и Яракского. И очень много получили обратные связи от граждан, что стало лучше, что люди стараются не наезжать на нее, тем самым не создают препятствий для другого транспорта. И, в общем, это показало себя с лучшей стороны. И обращения у нас поступают такие, что люди просят очень много их везде поставить, но, к сожалению, есть нормативно-правовая документация, которую нужно сначала подготовить. Предприниматели Дагестана встретились с бизнесменами из Индии. Делегация приехала для изучения торгово-промышленного потенциала республики. На встрече с ними присутствовали федеральные чиновники, представители региональных министерств и ведомств и бизнес-сообщества. В ходе переговоров стороны выразили готовность развивать деловые отношения и расширять сотрудничество. Товарооборот Дагестана с Индией за год увеличился на 300%, а импорт вырос на 60%. Из южноазиатского государства в республику поставляются в основном злаки, эфирные масла и керамические изделия. После встречи делегация направилась в город Каспийск, чтобы возложить цветы к памятнику обелиску скорбящей матери. Сегодня вся страна отмечает День русского языка и 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это не только знаменательная дата в литературе, но и значимое событие для каждого человека, любящего творчество великого поэта. Ведь на его произведениях выросло не одно поколение. Дагестанский пушкинист Шамиль Гамадов представил на соцзрителей свою личную коллекцию, а это более 200 уникальных книг и фотографий. Выставка проходит в Махачкале и посетила ее и моя коллега Тамара Самедова ей слово. Его имя известно во всем мире и творчество продолжает жить и вдохновлять нас. Имя великого поэта Александра Сергеевича Пушкина слушал с юности чуть ли не каждый человек. А строчки его стихотворения знакомы всем от мала до велика. Я здесь, Аназилья. Я здесь под окном. Объяты севилья и мраком и сном. Испуни над вагой, огутым плащом, с гитарой и шпагой. Я здесь, под окном. Ты спишь ли? В гитаре тебя разбужу. Проснется ли старый? Мечом уложу. Щелковые петли к окошку привесь. Что медлишь? Уж нет ли соперника здесь? К 225-летию великого русского поэта в стенах Национальной библиотеки состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки. Все эти уникальные экземпляры собрал известный дагестанский пушкинист Шамиль Гамадов. И в его коллекции самые памятные и редкие книги. И все они так или иначе связаны с Александром Пушкиным. Конечно, первая книга, которая пришла ко мне, это был подарок моей учительнице, который я берегу, храню. 84 фотографии из личного архива о великом поэте. Книги уникальны тем, что они старинны, что ему перешли эти книги из русского фонда, российского. И здесь у него в коллекции есть книга, которую, возможно, одержал сам Александр Сергеевич Пушкин. Вот он, результат многолетнего труда Шамиля Гамадова. Человек, о чьей работе радует глаз и помогает погрузиться в мир великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. И погружаться в этот мир снова и снова готовы друзья пушкиниста. Они считают, что такой коллекцией может похвастаться и не каждый. Такой книжный пушкинист, смею вас уверить, что такой коллекции, наверное, никто не может похвастать в пределах нашей огромной России, а тогда еще и советского. Именем великого поэта назван и Махачкалинский лицей номер 5. Здесь ученикам прививают особую любовь к творчеству Александра Пушкина. Как для школьников, так и для каждого преподавателя это имя – достояние всего мира. Потому что наш лицей носит имя великого поэта. И мои дети, мои лицеисты очень много изучают Пушкина, ставят сценки по его произведениям. У нас ни одно мероприятие не проходит без Александра Сергеевича. Лично для меня Пушкин – это все. Пушкин – все для любого человека. И уникальность Пушкина в том, что Пушкин доступен в любом возрасте. Тамара Самедова, Амина Магомедова, Амина София Ричинская, Раджаб Магомедов, Магомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала. Для дагестанских паломников, которые в эти дни отправляются в хадж, в аэропорту «Ойташ» раскинули шатер с бесплатными обедами. Проект реализуется не первый год. Питание организовывает Советы мамов города Каспийска совместно с благотворительным фондом «Инсан». Они приехали оттуда с гор, с горного района. И они получали вкусную еду. И чуть-чуть уже видно, настроение поднялось, альхамдуллах. На самом деле, эта акция – помощь паломникам, чтобы они усталость не чувствовали. И естественно, чтобы те, которые вот так организуют, они получали их дуа. Почему? Потому что пророк сказал, чтобы паломник дуа Аллах принимал. В первую очередь хочется возглавить в халу с Вишней Мавау за то, что позвал Хач и поблагодарить нашему Раду Исмаилу, нашему Фтиаду, за то, что так хорошо организовали все. Не было никакой давки. Очень все было организовано. Встретили Махачкале. Чемпион UFC в легком весе Ислам Махача вернулся в Дагестан после успешной защиты титула. На прошлой неделе на турнире в США он задушил американца Дастина Парье. В столичном аэропорту бойца встречали сотни его болельщиков, представители органов власти, близкие родственники и друзья. Тему продолжит Курбан Рагимов. Теплые объятия и радость встречи с родными людьми. Чемпион UFC Ислам Махачев вернулся в Дагестан. Позади месяц сборов в США и тяжелый поединок с Дастином Парье. Об этом лучшему бойцу планеты еще как минимум пару недель будет напоминать глубокая сечка на лбу. Ну, если честно, до сих пор и в любительской, и в профессиональной карьере не помню, чтобы были рассечения. Ну, все когда-то впервые. Рассечения не над глазом. Обычно, когда над глазом сразу доктора останавливают, проверят, не мешает ли зрению. Но у меня это было не над глазом. Так что я не думаю, что особо напрягало это в бою. Титульный поединок в легком весе завершился в пятом раунде. Махачев на характере стянул соперника в партер и заставил постучать в знак сдачи. Несмотря на переживания болельщиков, в углу нашего бойца были уверены, он найдет ключи к обороне соперника. Соперник очень достойный. Он уже долгое время в топах был. Мы знали, что бой будет нелегким. Он борьбе тоже не дает себя бороться, как другие соперники. Стойки он хорошие. Я-то всегда знаю, что если он реально будет, как сам себя поверит, что это у него очень легко получится. И со всеми там нету ему таких соперников, которых он может с трудом выиграть даже. Радость победы с чемпионом разделили его многочисленные друзья и родственники, и представители органов власти. Здесь же главный болельщик – отец Рамазан. Конечно, очень трудный бой. Ну, нам главный результат. Когда он рассечение получил, вот этот момент, там даже испугался, может, врачи помешают, далее остановят бой. Ну, вот это был один волнующий момент. Я думаю, весь народ переживал, поэтому мы тоже, все спортсмены, спортивное сообщество тоже переживало, болели. И смотрели этот бой. Конечно, бой получился очень тяжелым. Ну, до последнего были такие очень опасные моменты, поэтому это же все-таки бой на таком уровне. Мы очень переживали. Ну, к нашему счастью, все получилось нормально, получилась великолепная победа. После третьей защиты титула Ислам Махачев ставит перед собой новую, большую цель – завоевать пояс UFC в полусреднем весе. Это, наверное, самая большая мечта в профессиональном спорте у меня, чтобы я подрался за второй пояс. Но я не вижу соперников, кого я уже не побил у меня в своем дивизионе. В топ-5 пацаны друг друга побили, остальных я выиграл. Есть Царукян, я его уже побеждал. Но если мне предоставить шанс выбора, конечно, я бы выбрал второй пояс. В фланах ислама – заслуженный отдых. Свой отпуск от боев Махачев проведет с пользой для души, с семьей на святых землях Мекки и Медины. Курбан Рагимов, Шамиль Аббасов, Саид Магомирзаев, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!